Здравствуйте любители лыжных гонок! В этом выпуске группа Егора Сойрина приехала в вершину Тёи для участия в Кубке России, а другие сильнейшие лыжники сборной страны провели встречу в колледже Олимпийского резерва. В начале выпуска я бы хотел вас поблагодарить за то, что подписываетесь, вставляете комментарии и ставите лайки. На канале нас уже больше тысячи человек, канал растет и все это благодаря вам. Ну а я постараюсь и дальше делать интересные выпуски, чтобы нас стало еще больше. Спасибо! Спасибо! Группа Егора Сойрина уже в вершине Тёи. Там она примет участие в Кубке России. Татьяна Сойрина поделилась, что в Тёи была около 4 лет назад и приехала туда с удовольствием. Также она рассказала, что вершине Тёи похожие с Пекином условия. Это не катучий снег и частые ветра. Напомню, первый этап Кубка России стартует в вершине Тёи с 19 по 20 ноября. 19-го спортсмены пробегут спринт классическим стилем, а 20-го раздельную гонку свободным стилем – 5 километров женщины и 10 мужчины. Накануне прошло награждение победителей открытого чемпионата игры по лыжным гонкам, который проходил с 11 по 14 ноября в Хантамансийске. Напомню результаты мужчин. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выиграл масс-старт свободным стилем и раздельную гонку классическим. Спринт выиграл Рефат Софиулин с результатом 3 минуты и 26 секунд. Второе место занял Дмитрий Федотов, проиграв секунду. А третье место, проиграв 2 секунды, занял Александр Кириллов. Сергей Устюгов в спринте не стартовал. Ну и хотел бы ответить на комментарии некоторых подписчиков о том, что у Сергея не было конкуренции и какой смысл в этом участии. Я уверен, что Сергей рассматривал этот старт в качестве контрольного, чтобы подойти в лучшей форме кубку России. И поэтому зачем нужно было бежать в плохой форме, контрольную гонку и горе вместе с лидерами страны. Ведь главное это показать результаты все-таки в основном сезоне, а не на контрольной тренировке. И я уверен, что Сергей и сам все это понимает. Ну и хотел бы сразу ответить на вопрос, почему я вообще делаю выпуск о таких соревнованиях, а не только о Кубке России. Но здесь все просто. Это выпуски о наших российских лыжниках, которые пытались составить конкуренцию о олимпийскому чемпиону Устюгову. В частности на этом чемпионате. Возможно в будущем именно эти спортсмены и станут лидерами сборной страны. И собственно почему бы и не показывать и результаты таких соревнований. Сильнейшие лыжники страны провели встречу в Югорском колледже Олимпийского резерва. Накануне прошла встреча воспитанников Югорского колледжа Олимпийского резерва с лидерами сборной России по лыжным гонкам. На встрече были президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев, олимпийские чемпионы Денис Спецов и Алексей Червоткин, призер чемпионата мира Артем Мальцев. Лыжники рассказали об олимпийской подготовке и секретах спортивных успехов. Ну а на этом выпуск подходит к концу. Обязательно подписывайтесь, если вы это еще не сделали, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ведь скоро начнется Кубок России. Все самое интересное впереди. Обязательно пишите комментарии. Если выпуск понравился, поставьте лайк. Всем побольше снега. До скорых встреч.